привет друзья так сегодня ответы на вопросы я еду на репетицию время у нас в 4 уже нужно быть там я еще выезжаю только из дома сегодня был второй день в школе все в принципе у нас прошло без экс как это сказать инцидентов что с одним ребенком что с другим ребенком слава богу свободу до конца еще не чувствовал потому что было много дел которые были запланированы на эту неделю вообще-то неделя очень активно поэтому насладиться когда вот эти что нету двух детей еще не успела это осознать потому что как-то и мы с костей все вместе все время вместе все делаем поэтому в этом плане как бы нет мне сейчас ехать примерно вот минут 20 нужно будет вот поэтому я планирую на эти 20 минут раскрыть ответ на два вопроса сильно не раскрою то что успею значит спросили меня следующие два вопроса первый вопрос был давно уже поступил и я обещала ответить и я на него сейчас вот как быстро сам ответ вопрос о домашних животных меня спрашивали просят ли у меня дети домашние животные как я к этому отношусь и вообще когда что с этим вопросом значит ну как большинство детей мои дети тоже просят у меня животных в основном собаку они даже не просят кошечку они просят собаку могу вам сказать так я не знаю больше дети хотят или я собаку но просто да когда степень моего понимания того что какая-то ответственность у меня конечно больше чем у детей но я сказала так я не сказала однозначно нет но на данный момент это просто вообще как бы но не в какую тему не влазит мне собака абсолютно вот но я сказала я поставила такой срок я буду смотреть как ты будешь развиваться и какой у тебя будет уровень ответственности может быть в 12 лет мы об этом поговорим я просто помню когда я была маленькая я тоже все время хотела собаку то есть когда была совсем маленькая там папа принес какую-то там дворовую но я ее сама я боялась собаку эту поэтому он ее отнес там друзьям отдал вот а потом когда я уже была подростком я хотела собаку и конечно же мне уже ее никто не покупал потому что я хотела добермана это было модно потом я хотела этого забыла называется такая большая черная собака в общем напишу здесь вот в общем конечно эти две огромные собаки это я считаю что конечно же но сейчас это как бы уровень такой просто желание да то есть за этим желанием больше ничего не стоит потому что иметь таких собак ну нужно быть как минимум собачником как максимум собачником как минимум человеком который очень хорошо понимает в собаках разбирается потому что они требуют очень большого ухода и если не дай бог что-то случается да тем более сегодня на собаку нужно обязательно иметь иншуранс то есть страховку нужно обязательно иметь хорошего своего ветеринара знать то есть это все не просто так но в принципе собака это как бы но здесь у всех есть хоть что-то дома живое есть я за то что дети должны расти с животным потому что это выращивает определенную степень ответственности определенный уровень доброты у детей я считаю что животное в доме это хорошо но не хомячков так кто-то написал если там ты хочешь чтобы там там ребенок научился дружить заведи собаку там если ты хочешь чтобы там что-то что-то там заведи кошку если ты хочешь чтобы ребенок увидел смерть заведи хомяка да такая была жутка в интернете я читала то есть как бы нет это не про меня к котам я тоже достаточно так ровно отношусь но тем более что дети не просят у меня кота а просят именно собаку я сказала что я рассматриваю собаку конечно лично я бы лично вот если меня спросили я бы хотела golden retriever абсолютно мои golden retriever или лабрадор то есть это две собаки мечты ну это как бы так классически умные добрые собаки очень умные очень добрые собаки тоже большие собаки тоже требуют очень небольшого ухода требует ухода и так далее так далее но детям сказала что конечно это собаки не для нас то есть как бы маме они тоже очень нравятся там и любимые собаки скорее всего я сказала что это будет что-то маленькое маленькая собака которую удобно если что с собой везде взять которую можно под мышку взял и пошел ну не такую совсем какую-то маленькую но такую которая небольшая то есть но не пуделя но что-то маленькое вот поэтому это то что касается собак я согласна я за то что должны быть животные в доме но не ну я не знаю как бы лично я не являюсь ни собачником не с каким-то там великим знатоком поэтому для меня тоже процессы до сейчас в библиотеке уже читают недели три книгу толстую такой о собаках вообще отдаду я все как ухаживать за собаками какие породы есть какие особенности у всех пород то есть очень большая интересная книга о собаках я вам ее покажу я говорю ты мне должен показать свою серьезность не только прочитать одну книгу даже ты будешь год читать а просто какую-то серьезность определенную степень ответственности если это я увижу обязательно возьму собаку потому что ну все таки это еще один член семьи да давайте будем так говорить вот поэтому ребята это то что касается ответа про животных в моей истории у меня была вот это вот кратковременная собака маленькая которую папа мне принес когда я была маленькая у меня была в детстве бешеная кошка которую мы тоже отдали в деревню потому что там этот был барсик он просто бегал до потолка по стенам тормознутый кот но он просто как бы хотел наверное на природу как-то да мы его в доме все в доме держали и потом уже когда я выросла и была большая мы с костей уже жили совместно у нас были рыбки которые дохли каждый понедельник и четверг была одна золотая рыбка которая прошла дольше всех года три и при переезде большом она тоже подохла в общем в общем с тех пор я отдал этот аквариум друзьям и по моему даже до сих пор у них живой этот аквариум потом у нас был попугай который умер на через неделю я думаю поскольку мы его купили он сошел с ума просто мы так понимаем потому что мы его везли прямо в клетке не закрыв его никак нам сказали что он там просто сошел с ума но мы не знали короче не были такие умные как сейчас сейчас перед тем как мы делаем покупку мы идем в интернет все изучаем все знаем там уже какие-то специалисты узкого профиля становимся ну какой-то экспертизу получаем какой-то уровень экспертизы получаем вот а тогда не было еще так это заведено это был еще какой-то там двухтысячный год там 2001 может мы пошли просто в зум магазин какой-то там маленький такой в котором не пройти не проехать купили этого попугая короче клетку ну все прибамбасы все купили привезли через неделю он в конвульсиях подох у меня утром слышала как он бьется об клетку даже боялась просто выйти я боялась выйти я вышла когда все стихло и все и его не стало потом у нас была кошка 4 года с рождением и души пришлось ее отдать она тоже была ну мы ее там сделали все все нужные процедуры с ней и все что нужно было и она конечно была такая диковатая я говорю это у меня волк в шкуре кота она была такая она только меня воспринимала только меня только меня больше никого остальных она царапала кусала прыгала такая была дурноватая я могла с ней делать все что я хочу она от меня воспринимала абсолютно все я могла на ней лежать вместо подушки она у меня подкладывалась это как раз была история когда коты ложатся вот там где болит что болит у меня с зубами помню мучилась она лежала с животом она лежала такие у нас были с ней отношения свыше вот и все в общем то это история всех моих животных поэтому как бы вот это все до этого момента ну поэтому с собакой я сказала что этот вопрос я держу открытым я вполне серьезно его рассматриваю но раньше чем 12 лет я обсуждать ничего не собираюсь вот поэтому это вот по этому вопросу и и это и и и и